Продолжение следует... В Москаленском районе возле села Элита произошла автомобильная авария. Столкнулись три иномарки и полицейский ВАЗ 15-й модели. В салоне служебной машины находились трое действующих полицейских отдела МВД по Исселькулю, а также бывшая сотрудница органов, 50-летняя пенсионерка. Все четверо скончались на месте. Также за помощью врачей обратились водители двух иномарок. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии. На этой неделе в Омском областном суде поставили точку в громком деле, которое в октябре прошлого года потрясло всю страну. Детоубийцы и педофилу Максиму Калинину вынесли приговор. Подробности этой жуткой истории и мнения всех сторон в нашем материале. Я ему пожизнен, потому что я его знаю с малых лет. Он с 12 лет все сидел. И вот все, в 8 лет прожил с Оксаной, и то она не жила, а мучилась с ним. Мучитель. Так Любовь Кукина называет свою зятя Максима Калинина. О родственных чувствах не может быть и речи. Убийца, имя которого прогремело на всю страну, расправился с ее внуком. Приговора ждет и Марина Рыбьякова, чья дочь тоже стала жертвой душегуба. Эта семейная драма началась в селе Большой Атмаз. В октябре прошлого года Оксана Кукина заявила в полицию об исчезновении 7-летнего сына Коли. Несколько дней ребенка искали более 300 человек. Но результат дал допрос родителей Коли. Его отец Максим Калинин сознался в преступлении. Правда, заявил, что все вышло случайно. Я делал дед, но вместо железяки у него слетело деревяшки. И что, он упал прямо куда ему? Он попал прямо в затылок, в заднюю часть. По словам Калинина, после неудачных попыток реанимировать сына, он решил спрятать тело и инсценировать пропажу Коли. Позже мертвого ребенка найдут на местной свалке. Туда он вывез первоклассника ночью. Но травмы на теле мальчика говорили о том, что он был жестоко избит. Эксперты насчитают более 30 ударов, которые привели к смерти ребенка. Только после этого Калинин сознался, что это не было несчастным случаем. Таким, по версии убийцы, было наказание за то, что ребенок плохо читал. Следователи стали проверять отца и напричастных к другим преступлениям. Очередное его признание еще больше шокировало местных жителей. Детоубийца причастен к смерти 9-летней Полины Назаровой, пропавшей два года назад. Все это время поговаривали, что убийца ее отец, так как он покончил с собой спустя некоторое время. Но с Полиной расправился именно Калинин. Он изнасиловал девочку, а потом убил. Два года ее тело было закопано в игребной яме во дворе Калинина. Особое место в этой истории занимает его жена Оксана. Она знала о преступлениях, но все скрывала. Мать женщины, Любовь Кукина, настаивает. Причина молчания дочери – страх перед мужем-тираном. Она, если боялась его, она не могла здесь сказать, потому что мы уже уговаривали, говорю, Оксана, скажи, я боюсь. Ее уже милиция держала, я боюсь даже сейчас сказать. Он сейчас выйдет. Он тоже сказал, я сейчас выйду, только скажешь, я тебе пробью месяц сколько. Если ему дадут имени Малку, то он в любом случае выйдет. А выйдет, он у нас злобленный еще хуже будет. Мстить будет не только мне, но и всем. Мстить Калинин начал еще в суде. Он отказался от показаний и заявил – убийца его жена Оксана. Он отказался от своих ранее данных показаний и сообщил, что даны им все обстоятельства, все показания под давлением сотрудников полиции. И начал выдумывать различные версии произошедших событий. В том числе стал сообщать о причастности к совершению убийства детей своей супруги. Одна из его версий сводилась к тому, что он взял на себя вину своей супруги, и полагаю, что так будет лучше, она будет заниматься воспитанием их детей, а он ответит за случившееся. И уже задача следствия и задача обвинения сводилась к тому, чтобы показать, что это было не так. Заявление оказалось попыткой избежать наказания. Экспертиза показала – дети погибли от рук имена Калинина, и долгожданный приговор спустя 8 месяцев был вынесен. Оглашение встретили аплодисментами. Необходимо назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. На основании… У меня еще дети есть, мне надо дальше жить. Хотя тяжело, конечно, но надо. А эти люди должны нести наказание. Хотя миссию он пусть несет. А там уже, как говорится, бог судья. Компенсации от Калинина родственники не хотят. Они рады и тому, что душегуб никогда не вернется в большой отмаз. А вот судебный процесс по другому громкому делу только начинается. В Ленинском районном суде Омска на скамье подсудимых оказался Юрий Радько, капитан-механик пассажирского теплохода «Полесье-8», затонувшего летом прошлого года. Из зала заседания наш репортаж. В зале суда представители СМИ едва ли не больше, чем пострадавших. Этого дня ждали более полугода. Капитан прогулочного теплохода «Полесье-8» Юрий Радько предстал перед судом. Трагедия, которая потрясла Омск, произошла 17 августа прошлого года. Пассажирский теплоход вышел в прогулочный рейс из Омского речного порта в поселок Ачиир. Но до него пассажиры так и не добрались. Неподалеку от поселка Новая Станица Полесье столкнулась с баржей. Капитаны судов договорились разойтись левыми бортами. Однако Радько направил свой теплоход прямо на грузовое судно. От мощного удара некоторых пассажиров выбросило за борт. Те, кто был в состоянии, помогали пострадавшим. Не остались без участия очевидцы. Но спасти всех не удалось. Шесть человек погибли. 47 оказались в больнице с различными ранениями. Травмы до сегодняшнего дня мучают пассажиров рокового рейса. Травмы у меня ноги. Я вообще ногу чувствовала, когда у меня авария произошла. Я думала, у меня ноги отрезало. Потом стараюсь приподняться. Смотрю, вроде бы, ну везде кровь. И ноги вроде на месте. И парень меня вытащил. У меня нога, нога вообще напопала, можно сказать. Сейчас спится стоит. Сразу после аварии экипаж Полесье и тягача баржи был обследован медиками. Выяснилось, что в момент столкновения капитан теплохода Юрий Радько находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что накануне трагедии выпил 300 граммов водки и бутылку пива. По мнению следствия, именно это обстоятельство привело к аварии. Будучи в состоянии алкогольного опьянения и отвлекшись на разговоры с экипажем, он на некоторое время утратил контроль над ведением своего теплохода. Даже несмотря на попытки переложить резко руль вправо, тем не менее произошло столкновение теплохода с баржей. В начале судебного заседания Радько попросил суд рассмотреть дело в особом порядке. Но пострадавшие высказались против. Люди решили, что таким образом капитан пытается получить менее суровое наказание. Также Радько будут предъявлены и гражданские иски по возмещению материального и морального вреда. Но пострадавшие денег от него не ждут. Взять с безработного бывшего капитана нечего. А вот в управлении речного порта подсчитали ущерб. Крушение теплохода обойдется его рулевому в 6 миллионов рублей. Сам Радько уходить от ответственности не собирается. Я все же сказал, что я полностью, конечно, раскаиваюсь с Сергеем. Никто, конечно, этого не ожидал. Ну и нормальный человек не может желать такого. Судебное заседание продолжится 4 июня. Опрошены будут все свидетели и пострадавшие. Суд заслушает и показания Радько. Признание своего проступка вряд ли облегчит наказание для капитана теплохода. По закону он может отправиться за решетку на 7 лет. Отмечу, что помимо Юрия Радько перед судом придется предстать и начальнику службы пассажирских перевозок Омского речного порта. На него два месяца назад в Западно-Сибирском следственном управлении завели уголовное дело. Именно он в день трагедии проверял готовность к выходу экипажа теплохода «Полесье-8» и не отстранил от рейса пьяного капитана. Также в прошлом году, не дожидаясь окончания расследования, подал в отставку гендиректор речпорта Василий Данилов. Руководство Минтранса обвиняло его в ряде управленческих ошибок. Кроме того, Куйбышевский районный суд отозвал лицензию Омского речного порта на перевозки пассажиров. Но после апелляции областной суд ее вернул. Также на этой неделе начался судебный процесс над бывшей служащей мэрии. По версии следствия, 38-летняя Оксана Мэтцлер за 25 тысяч рублей почти год торговала путевками в детские сады. Женщина входила в доверие к горожанам, брала деньги, но помогать не собиралась. Более того, Оксана даже не имела отношения к департаменту образования. Она трудилась в другом ведомстве, но это не мешало ей пользоваться служебным положением и обманывать омичей. За год она успела присвоить 325 тысяч рублей, пока не попалась с поличным. Мэтцлер обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверия. За данное преступление, за обладательством предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Пожар в Омске снова унес жизни людей. Возгорание произошло в частном доме на улице 33-я Северная. Первая заметила дым 15-летняя девушка. Она не спала и сразу же разбудила свою семью. Жильцы вовремя покинули помещение. Когда они выбежали на улицу, стали раздаваться взрывы. И газовый баллон взорвался, и в гараже лежало газовое оборудование для машины. И он взорвался. Там еще кислородный баллон взорвался, но он не успел. До нашего баллона, слава богу, не дошло. Пожар ужасный был. Вся крыша сгорела полностью. Убегая, люди успели взять только документы. А вот технику и вещи спасали случайные прохожие. В этот момент пламя перекинулось и на соседний дом. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в нем два женских трупа. Погибшие 53-летняя мать и 31-летняя дочь вернулись с дачи поздно ночью. Никто не подозревал, что женщины были дома. Сейчас устанавливается причина пожара. По предварительным данным, это могло быть короткое замыкание в электропроводке. Также пожар унес жизни двух селян в поселке Сыщикова Сидельниковского района. Там в частном доме задохнулись 60-летний хозяин и его 36-летний сын. Очаг возгорания находился на диване. Скорее всего, пожар случился из-за непотушенной сигареты. За выключенные фары – арест. Омский нарушитель решил поиграть с сотрудниками ДПС. Госавтоинспекторы в городке Нефтяников попытались остановить ВАЗ 6-й модели, который ехал ночью без света. Водитель проигнорировал требования и надавил на педаль газа. К погоне подключилось несколько автомобилей ДПС. Задержать гонщика удалось только на 47-м километре трассы Омск-Тюмень. Водитель пытался убежать, но все-таки оказался в наручниках. Инспекторы составили 7 протоколов о нарушениях, а шестерку отогнали на штрафную стоянку. Лихач за неповиновение сотрудникам полиции был арестован на два дня. В Омске поймали банду серийных воров. Молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет подозреваются в краже из ломбарда. Они проникли в помещение через подвал жилого дома. Ножницами по металлу вскрыли дверь и вытащили из сейфа более 300 граммов ювелирных изделий. Ущерб превысил 800 тысяч рублей. Однако распорядиться наживы молодые воры не успели. Полицейские задержали их в машине такси. В ходе задержания у подозреваемых взята часть похищенного имущества, пистолет газовый и пневматический, маски на лица, камуфляжные костюмы и радиостанции, которые они использовали при совершении других преступлений. Уже в отделе полиции выяснилось, что молодые люди воровали по всей Омской области. Они не внушались даже ограблением кондитерских магазинов. Например, пневматическую винтовку и пистолет налетчики украли из тира в поселке Лузино. Но основной добычей воришек все же была электроника. Открыли окно от Жанны, монтаж, все у него списели. Украли оттуда нетбук черного цвета, два камуфляжных костюма и жидкокристаллический телевизор, плазм. Вскрыли дверь и проникли в самом внутрь. Залезли в кафе, похитили пульт, музыка, планшет. Амичка лишилась не только родительских прав, но и имущества. Судебные приставы нанесли неожиданный визит в квартиру должницы. 34-летняя женщина не платит алименты своим трём дочерям, младшей из которых всего 4 года. Сейчас малютка находится в доме ребёнка, а старшие дочери воспитываются опекунами, что, конечно же, не освобождает нерадивую мать от обязанностей. Нила, у вас около 15 тысяч задолженность вашим детям по исполнительному рестуру. 15 тысяч? Да. Это очень много. Родительских прав женщину лишили за разгульный образ жизни. А беспорядок в доме, по словам хозяйки, возник из-за ремонта. Но всё это временные трудности, уверяет женщина. Она устроилась на работу и даже планирует вернуть детей. Но прежде ей придётся ответить перед законом. За уклонение от уплаты алиментов законодательством предусмотрена даже уголовная ответственность. На сегодня это все новости. С вами была Екатерина Суранович. На следующей неделе эфир программы для вас будет вести моя коллега Анастасия Дворецкая. До свидания. И помните, вы узнаете обо всех происшествиях по горячим следам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова